На прошедшей Корейской Олимпиаде выявили 4 случая применения допинга, 2 из них из России, 50%. Вот здесь как выглядела картинка до разразившегося скандала. С левой стороны человек, символизирующий российских спортсменов, с правой стороны все остальные спортсмены мира. У российских спортсменов в Мельдонии выявили в 17%, у всех остальных спортсменов в 2% из всех. Вот такая приблизительно картинка. Если кто-то думает, что ну да, наши спортсмены, как и все остальные, нет господа, российские спортсмены переплюнули всех разом, причем в несколько раз переплюнули. Эти два случая, которые были выявлены у керлингиста Крушельницкого, у которого сразу же отобрали медаль, и который тут же сообщил, что допинг ему подсыпали, дескать, не виновата я. Второй была бобслистка из России Надежда Сергеева, которая заняла на Олимпийских играх 12 место, и о ней особо никто не упоминает. Итак, 4 случая, 2 из них из России. Мне как-то в одной теме один человек гневно писал, как же вы, такой образованный человек, можете продолжать распространять идею о Мельдонии, ведь это абсолютно безобидный препарат. Действительно ли это так? Давайте будем разбираться и посмотрим, что же такое Мельдоний. Очень многие люди, особенно кто имеет престарелых родителей, знают, что препарат этот можно купить в обычной аптеке, и это так называемые лекарства из категории сердечные. Поэтому люди и недоумевают, как же так, обыкновенный препарат, ничего запретного, не так-то и дорого стоит, может быть 100 рублей максимально, и вдруг его признают каким-то там топпингом. Это все ерунда, говорят россияне, это все на нас бочку катят, это все нас мировое сообщество ненавидит, вот и роют, и роют на пустом месте. Русофобия, одним словом, что ни говори. Люди почему-то считают, что те лекарства, которые относятся к допинговым, должны быть очень редкими, таинственными, и они должны чуть ли не менять человека на клеточном уровне. На самом деле все обстоит несколько серьезнее. Например, такое мочегонное средство, как фуросимид, тоже относится к запрещенным препаратам. Почему, спросите вы? Да потому что уже выявили, что фуросимид спортсмены начинают принимать тогда, когда до этого принимают очень крепкие анаболики, а затем при помощи фуросимида выводят побочные вещества, например, перед антидопинговой комиссией. А так как фуросимид сам по себе выводится позже, если только находят в крови остатки фуросимида, тут же подозревают спортсменов в приеме каких-то более серьезных наркотиков. А в некоторых видах спорта только один факт – применение фуросимида может поставить крест на вашу спортивную карьеру. Так что же такое мельдоний? Мельдоний очень просто. Он помогает хорошей работе сердечной мышцы. А применяют его в таких случаях, когда употребляют какие-то запретные вещества при тренировках задолго до соревнований, накачивают себя искусственно, мышцы растут, ноги увеличиваются в объеме, человек начинает очень быстро двигаться, показывает действительно необыкновенные результаты, но сердце, сердечная мышца за всеми этими великолепными достижениями не поспевает, образуется большая вероятность получения у спортсмена инфаркта, что и доказали очень многие рано погибшие спортсмены, например, футболисты. Та же самая история. Принимают анаболики для того, чтобы быстрее бегать. А в результате 20-летний футболист падает замертво на футбольном поле диагноз инфаркт. Вот когда этих случаев стало все больше и больше, решили применять мельдонии для поддержания сердечной мышцы и тем самым уравняли риски и вроде бы все верно. Но те, кто борются с применением наркотиков, поняли прямую зависимость применения мельдония в связке с другими более серьезными препаратами и таким образом приняли решение запретить мельдонии, а тем самым поставить самих спортсменов, применяющих анаболики, на очень тонкий лед. Хотите прыгать дальше всех, бегать быстрее всех, так имейте в виду, рискуйте своим собственным сердцем. Для молодого спортсмена или молодой девушки никакое применение мельдония не необходимо. Применяют его, как правило, люди уже в очень преклонном возрасте. И если в крови молодого спортсмена находят мельдоний, это прямое доказательство того, что до этого, несколько месяцев, полгода, год или бог его знает когда, спортсмен плотно сидел на допинге. Вот такая вот система. Хитрая, казалось бы, но справедливая. С ней согласились практически везде в мире не только спортсмены, но и тренеры. И только в России продолжают доказывать, что мельдоний, дескать, абсолютно безобидный препарат. Конечно же, безобидный, как и фуросимид, выводящий остатки допинга из крови, а по большому счету обыкновенная мочегонная. Но эти номера больше в мире не пройдут. Кстати, Россия на этой олимпиаде заняла, насколько мне известно, 13 место. Как я уже и говорил, это, по всей видимости, и соответствует реально ее уровню подготовки. Пора уже русским привыкать к мысли, что никакие они невеликие, никакими особыми достижениями не отличаются, а там, глядишь, недалеко и до полного пробуждения от сладкого сна, где россияне продолжают спать, убаюкивая себя сладкой мыслью о великой, непобедимой, сильной, выдающейся прогрессивной стране. Субтитры создавал DimaTorzok